Сегодня 15 декабря 2015 года. Наша тема – введение в профиль рынка для начинающих, чему учит профиль рынка. Я давала подобный вебинар на прошлой неделе у брокера, где мы партнеры, и те, кто был на этом вебинаре, если кто-то был. Часть информации повторится, но я буду давать примеры с другими графиками, я также немножечко адаптирую к аудитории. Я предполагаю, что очень многие здесь, возможно, имеют представление о профиле рынка. Возможно, даже читали что-то и видели, может быть, даже мои ролики на YouTube. Или вообще не имеют представления. Для начинающих. Чему учит профиль рынка? Основная тема. Я дам также примеры, возможно, если будет интерес, я дам примеры с этапами, я не могу называть, но примеры, иллюстрирующие то, что я хочу сказать. Итак, прежде всего, самое первое, профиль рынка. Классический или объемный? Буковки рисуют нам график или рисуют гистограммы? TPO в самом низу экрана у вас видно. TPO классический, Time Price Opportunity. Есть время, когда рынок открыт, есть цена, по которой торгуется цена. И у нас есть возможность купить и возможность продать. И, конечно же, трейдерам хочется при этом заработать. Не просто купить, продать, но и извлечь прибыль. Как базар, как любой рынок. Это очень приятный способ отображения действительности, потому что это то, что мы, как люди, воспринимаем легко. Мы легко воспринимаем базарный метод. Потому что мы ходим в магазин каждую неделю или чаще. Мы можем адаптироваться к такому пониманию рынка. И есть второй равноправный профиль, объемный. Это гистограмма. ВАП, Volume, это Price. Есть уровень цены, где рынок торгует. И там набивается количество контрактов. И там есть объем. И вопросы задаются всегда. Что важнее? Почему у тебя висит два? И у меня висит два. Кто видит буковки, кто видит буковки у меня на профиле, классический профиль. Кто видит гистограмму объемную, это объемная. И также два профиля висят. Есть уровень контроля, самая главная цена, где чаще всего торговали и больше всего набили букв ближайшей к середине, что собачка вот тут красная. Есть объемный уровень контроля, ПОК, где больше всего контрактов набили объем. Сейчас я его открою отдельно. Секундочку. И объем будет отдельно висит. И вы будете все видеть, что отдельно два профиля висят. Вот они, красавцы. И зелененький у меня объемный ПОК, и штриховые зеленые. Зона справедливой цены. 70% объема сегодня. Пока рынок еще открыт. 70% здесь. Внизу 34 граница, зона справедливой цены. Балл, value area low. Вверху бах, 39,5, зеленый. Или как торгует традиционный буквенный профиль. Есть уровень контроля 38, и от него считается 70% торгов. По буквам. Буквы считаем. 40 вверху, сиреневый, 33 внизу. И это 70% торгов. Хвосты, буквы одиночки. Вверху период J пробил много. Не учитывается в расчете буквенном. Хвост внизу, три буквы D. Открытие сегодня регулярной сессии. Не учитывается в расчете. Объемный, однако, учитывает все. Объемный торговали тут, торговали. Сколько набили контрактов, учитываем. И также здесь учитывается, сколько объемный считает. Немножечко быстрее, немножечко точнее. Если вам хочется прямо в реальном времени уследить. Он дает дополнительную информацию. И в конце дня, и в течение. Поэтому все, кто работает профиль традиционно по буквам, всегда имеют объемный профиль и знают, как работают чистые объемщики. Чистые объемщики работают объемной системой. Профиль у них очень важный, объемный. Буквенный висит как для справки. Они имеют его в виду. И большинство людей, кто работает профиль, особо голову не ломает, что важно. Понимает, что информация важная и та, и другая. И вешает, как я вешу. Я прекрасно вижу гистограмму и ту, и другую. Меня устраивает. Это первый главный вопрос, который почти всегда возникает у тех, кто начинает. А что важнее? Какой профиль важнее? Оба важны и оба несут информацию. Если вы объемщики, для вас важнее серенький объемный. Если у вас есть своя система, и вы используете профиль рынка, чтобы просто читать состояние рынка, считывать состояние рынка, понимать, кто доминирует, какие таймфреймы доминируют, у вас висят два профиля, как я вам показала. Я буду прерываться минут через 20 и спрашивать, если есть вопросы. Я буду выбирать те вопросы, которые имеют отношение к теме профиль рынка для начинающих и чему нас учит профиль рынка. И второй вариант, где я буду выбирать вопросы. Когда немножко продвинутые вопросы, я почувствую, что я могу это объяснить на уровне для начинающих. Я тоже это объясню. Отвечу на вопросы, если более продвинутые. Особенно, если по текущему дню. Сегодня суперинтересный день. Завтра будет кошмар. А сегодня просто суперинтересный день. Окей? Итак, я вам объяснила. TPO, Time Price Opportunity, буквы Point of Control. Как я люблю говорить, это тусовка. Самая популярная тусовка. Там больше всего цена ходила, больше всего букв набили. В объеме самая популярная цена по количеству контрактов. И самое главное в системе, система нельзя говорить в двух профилях, если профильщики классические всегда знают, который час, который день, какая неделя, какой месяц. У нас очень важен тайминг. Мы знаем буква D, это 9.30 утра по Нью-Йорку, открылся Найс. Буква I, главная новость дня вышла, скорее всего, если не было на Глобиксе до открытия, то в 10 часов, как сегодня был Хаузен. M – начало после обеденной сессии. Большие деньги пообедали и сейчас пустят свои деньги в работу. Начинаем следить, есть ли у нас institutions, организации, если они кладут деньги на стол. То есть мы знаем время. Объемщики, главное, свой уровень и сколько количества контрактов есть или нет. У них нет привязки ко времени. И это два кардинальных отличия двух систем по профилю. И мы знаем обе системы, потому что обе работают. И здесь у меня есть примеры. Оба типа профиля используются в реальном времени для дайдтрейдеров и при анализе в конце дня. И на примере ЕС Мини. Это дневки, это уже новый контракт, который истекает в марте. И здесь видно, что на дневки просто наложена гистограмма. Это серая гистограмма. Может быть и объемная, и буквенная. Мое личное предпочтение, когда я вешаю такой график, у меня всегда объемный профиль висит с серым. Когда я смотрю большие-большие-большие таймфреймы, у меня всегда такие графики объемный профиль. Но три дня я смотрю буквы. Больше, чем объемный. Бывает, что хороший помощник, а бывает только мешается. Еще один пример, как висит у людей. Оба типа ЕС. Здесь мы посмотрели внутри свечки. Здесь два дня подряд, 11-го, и крах был у нас. У нас был мини-крах в пятницу, 14-го декабря этого года, как СИП торговал. Вот вам пример, как другого человека, другого трейдера, который повесил свои графики. Он предпочитает видеть два профиля рядышком. И оба профиля у него работают. Это СИП. То же самое, как я вам показала пример. Объемный профиль висит рядом с буквенным. Невероятно удобная информация для тех, кто любит пользоваться таким. И пример нефти. Все знают, что нефть у нас в крахе. Торгуют также так. Вешают 5 минут или 30 минут, как вы торгуете. И эти 5 минут, 30 минут каждый день накладываются на профиль текущего дня. И вы выбираете буквы или объемы, вешаете этот профиль. И нефть, как вы знаете, она тоже малость находится у нас в крахе. На низах 11 лет нефть выглядит так. Вот в таких графиках на определенных форумах видите часто. Люди используют все. Их система использует обычные палочки, свечечки, барочки. 5 минут или 30 минут или 60 минут. Но накладывается на фоне состояния рынка. Состояние рынка мы видим сквозь призму профиля. Это были вам примеры текущих графиков. Ох, какая красавица. Вот нефть так нефть, да? Ну красавица. Но мы не будем нефть обсуждать. Итак, чему учат профиль рынка? Когда вы начинаете учиться, вас всегда учат отвечать на простые вопросы. И они начинаются 3-4 вопроса, а потом начинаем накручиваться. Эти простые вопросы по профилю, как он строится, мы определяем состояние рынка сегодня, состояние рынка день от дня, что доминирующий тренд или отсутствие оного. А потом мы решаем, идем мы в лон или в шорт. Как трейдерам нам важно выбрать направление. Самое важное, может быть, для начала и для опытных трейдеров выбрать это направление, куда я хочу торговать. Выбор системы в том плане, что я буду торговать с трендом или в разворот. В рейнде, в диапазоне. Выбор стиля. Я хочу быть сегодня скальпером, хочу быть позиционщиком или я хочу скомбинировать. Что на СИПе, где я торгую, очень много всех и комбинированных очень много тоже. Мы как бы хамелеоны. У нас нет такого, что я скальпер или я позиционщик, или я дайтрейдер. Нет, как день говорит, так и работает. Трейдер и будет позиционщиком, любой скальпер превратится в позиционщика, когда он увидит супертрендовый день рано. Рано в начале дня. Дальше. Выбор стиля важен. Потом возникает, где мой трейд и какой сетап. И вот здесь я хочу заострить ваше внимание. Вот здесь основная ошибка новичка. В начале пути процесс принятия решений. Это те, кто уже понял, что существует процесс принятия решения, кроме механического. Ходи тут, а дверь на выход, возможно, тебе покажет твой учитель. Или сам ищи дверь на выход. Выхода никто не знает в начале пути, все ищут вход. Сетап, сетап, сетап. Где профит, где тейк. Понятия не имеют, где сделка сломана и как надо выходить. Это умение продвинутых трейдеров знать выход. Не заходи, если не знаешь выхода. Это основной девиз опытных трейдеров. Не знаешь, где будешь выходить, у тебя нету сетапа. Так, какой сетап придет, ответ на вопрос сам по себе. У вас уже есть к тому времени, когда вы познали рынок, хоть чуть-чуть, набор сетапов. Вы применяете сетап, когда вы знаете, куда стрелять. Вы выстреливаете. Дальше. Самое главное после этого, что я хочу увидеть во время взятия трейда и сразу после. У вас есть высоковероятностная ситуация. Вы можете предвкушить, предположить с высокой степенью вероятности, какая прайс-экшен будет в том месте, где вы берете ваш сетап. И вы открываете глаза и смотрится. Рынок делает, как вы ожидали, как он чаще всего делает, или что-то случилось. Что-то случилось в необичайно профитной ситуации. Или вы возьмете большого лося, если вы не поняли, вовремя. Далее. Самое главное, естественно, внизу, что я буду делать в случае неожиданного поведения рынка. Критерии слома трейда. Вы будете сразу рубить свой трейд, или вы будете сидеть и ждать судьбы и снятия полного стопа. Бывают ситуации, когда стоит ждать полного стопа, слишком высокие ставки. Бывают ситуации, когда вы должны действовать быстро. Итак, чему учит профиль рынка для начала вот это? Но это много и тяжело. Как насчет упростить? А вот тут профиль рынка хороший, грязный способ. Быстро. Грязный – это перевод с английского. Тетя означает очень быстро и эффективно. Профильщики принимают решение, отвечая на простые вопросы в начале торговой сессии. Иногда на первой минуте, иногда 15 минут, иногда приходится ждать 30 минут. Где открылись по отношению ко вчерашнему дню? Как открылись типы открытия по профилю? Что ведет цена или стоимость продвинутой? Пока отодвигаем. Какой будет тип дня в самом начале познания? Вы часто можете предположить, какой будет тип дня в первые полчаса. И естественно, что мне с этого возникает ответ на вопрос. Какой мой трейд? Потому что, зная, где открылись, как открылись тип дня, у вас есть высоковероятностная ситуация или нету, и вы можете решить, что мне с этого. Работаю я, торгую или нет, и где мой трейд? Чуть с опытом дольше, естественно, вопрос, что ведет цена или стоимость, очень простой ответ. Это тренд или не тренд. Потому что, когда ведет цена, рынок движется очень быстро. Стоимость, зона справедливой цены, жирный колокол не успевает сформироваться. Цена рвется в бой, цена ведущая. Товаром завалили, цена падает камнем. Или товар исчез, и цена поднимается. И никого не волнует, какая она дорогая, все хотят купить. И она идет вверх, пока слишком дорого не станет. Или пока все не купят. Цена ведет тренд, стоимость. Мы торгуем в колоколе туда-сюда. Все согласились на хорошей цене, и жирный пок рисуется, жирный классический профиль рисуется. Окей. Со временем, что ведет цена или стоимость, ответ бывает на первой минуте, или в первые полчаса бывает открытие, что нам приходится думать и соображать. Всего 4 типа открытия по профилю, но рынок очень часто гибридный дает открытие, и надо ждать целые полчаса, чтобы принять решение. Иногда целый час. Бывают сложные ситуации на рынке, не всегда бывают такие понятные, как сегодня. Вы выучили книжку, прочитали, выучили, что есть всего 4 дня открытия, и есть, скажем, 4 или 5 типов дня. И вы понимаете в течение первого получаса, что можно предсказать высокой степенью вероятности, какой будет тем дня, и где мы закроемся. Очень важно. И потом вы понимаете, что этого мало. Все равно нужно понимать что-то большее, состояние рынка более глубоко. Поэтому, когда вы торгуете и отвечаете на 4 вопроса, что я вам показала в начале дня, вы продолжаете работу каждые полчаса. Новая буква рисуется в профиль. Каждые полчаса. И у вас каждые полчаса формируется представление о структуре текущего дня. И в течение торговой сессии у вас уже есть информация, где вы открылись и как открылись. Но что ведет цена или стоимость? Вам нужно смотреть вот это самое ожидаемое или неожиданное поведение рынка. Удар левой нанесет и не спросит. Кто-то большой придет и все сломает. Именная организация Goldman Sachs придет, и все сломается на рынке. Поэтому вам надо сверять простые вопросы человеческие. Что пытается делать рынок? Как хорошо у него это получается? Какой тек дня в развитии? В развитии может быть другой, не тот, что вы предсказывали с утра? И ожидаемое, извините, поведение рынка или нет? Это продвинутые вопросы. И со временем они получают довольно быстрый ответ. Теперь какой будет тек дня и где закроемся? Где закроемся приобретает супер важное решение. Потому что ответ на этот вопрос, если вы можете с высокой степенью вероятности догадаться, где скорее всего мы закроемся, вы примете решение. Пункт номер 5. Что мне с этого? Я торгую или не торгую? Где мой трейд сетап и прочее? Вы достаете обойму и выбираете патрон. Что ваши сетапы? Из чего я буду стрелять? Чем?